С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 мая и вот последнее, что мы сейчас будем делать, раз сегодня выходной все дома, я попросила, чтобы мне сделали, мои мужчины, теплую грядку для огурцов. И это видео будет необычно, потому что у меня обычно помидоры-помидоры, томаты, все. Сейчас будут главные герои огурцы. Я расскажу, как я дошла до этого. Вот смотрите, я посеяла вот эту рассаду огурцов, и она уже сейчас как раз в таком состоянии, когда ее пора высаживать. Уже тут усики, уже тут маленькие огурчики. Вот она прекрасная рассада, как раз для высадки. Я хотела показать, как должна выглядеть рассада. Вот раз, два, три, четыре, пять. Надо было пять листьев, у меня уже лезет шестой. То есть ее нужно высаживать. Но вы сами знаете, какая нынче погода. То метели, то снегопады, то еще что. И даже в теплицу высадить такой огурец страшно. Потому что я уже рассказывала, что он очень такой неженка, теплолюбив. И ему важно не только такой теплый воздух. Он очень восприимчив к холодному грунту. Если его высадишь в холодную землю, или земля остынет после высадки, у него корешки слабые, начинаются корневые гнили, потом их уже не спасти. Очень жалко вот такую рассаду терять. И поэтому я думала, думала и придумала посадить его на теплый пол. Когда нынче многие, вот мы же делим советами разными. И когда мне посоветовали купить кусочек теплого пола для того, чтобы семена перца быстрее всходили. Я купила, мы все подсоединили, все это я показывала на видео. И мне очень понравилось вот это действие теплого пола. Такое мягкое тепло, такое как бы комфортное условие. И вот для выращивания перца, для семян. И я подумала, почему бы не сделать такой же сюрприз огурца. Я поехала в магазин, вот там, где мы все это берем, и приобрела себе вот такой кусочек теплого пола. Ну там очень много вариантов, я не знала, правда, на каком остановиться. Там есть и какие-то греющие кабеля, есть и метрами, и так, и так. Но я для эксперимента выбрала небольшой, вот такой полтора метра. И сейчас я хочу сделать вот в этом углу в теплице, в своей придомовой, кусочек такой, который можно включить. Вот если, например, будет холодная ночь, можно включить, и вот эта земля, которая будет выше этого, все подогреется. Я сейчас сниму камеру со штатива, и я вам все покажу, и постараюсь пошагово рассказать, что я буду делать. Но я сразу скажу, что если кто-то, например, скажет там, что вы неправильно делаете или что-то, я соглашусь с любыми претензиями, потому что нигде я это не смотрела, нигде я это не видела, придумала сама, вот просто сидела-сидела и придумала. Не знаю, получится или нет, хорошо это или нет, но это будет эксперимент только для раннего, и только вот на тот случай, когда у нас холодно. Естественно, когда наступит тепло, уже реальное, будет земля прогреваться естественным образом, этот теплый пол я буду выключать, и возможно, буду выключать его даже днем, потому что днем у нас, когда солнышко греет хорошо, ночью все это замерзает. Но не замерзает, остывает грунт. Вот сейчас потрогала рукой, грунт холодненький, для огурцов это будет стресс. Томаты можно было бы здесь вырастить, но как я уже говорила, что огурцы и томаты это земля и небо. Если томаты я могу выбросить в тоннель, в открытый грунт на холод, то с огурцами этот фокус не пройдет. Я несколько раз показывала уже вот эту свою домовую теплицу, и кто смотрел видеоролики о них, они знают, что я здесь ничего кроме рассада не выращиваю. Я обычно, вот у меня эти два стеллажа, был вот этот нижний и верхний. Не выращиваю почему? Потому что у нас здесь нет земли. Тут вот нет земли, там какой-то бетон, тут сдаяли гаражи раньше, ничего нет. И поэтому я здесь никогда ничего не выращивала. И если я выращивала огурцы, то я делала это в мешках. А в прошлом году у меня здесь был огород на балконе, все росло в ведрах. Вы понимаете, грунта нет. Но в этом году, чтобы спасти свою вот эту раннюю рассаду огурцов, я решила все-таки вот один уголок сделать с грунтом, то есть принести вот откуда-то, вот этот привозной нанести. Но чтобы было теплее, попросила мужа, чтобы он купил вот такую вот, как бы утепляющий будет элемент. То есть выпилили мы вот эти, видите, вот эти бруски. Здесь тоже такой был стеллаж. Выпилили и освободили вот это вот место, как раз примерно такое, какой у меня будет теплый пол. Видите, написано, то тонкий теплый пол. Сейчас покажу, какой он есть. Я выбирала долго в магазине, я ничего не понимаю, не знаю там. Мне посоветовали вот такой, такой я взяла. Вот это будет такой вот отрезок. Видите, тут кабель проложен, все уже готово. Я сразу говорю, еще раз повторю, не знаю, что получится с этого эксперимента. Это у меня в голове все так ладно и складно, на самом деле, может быть, ничего хорошего не будет. Но я все-таки попробую. Я хочу, попросила мужа, чтобы он вот эту изоляцию положил вот сюда, чтобы холод оттуда не шел. Чтобы, если уж нагревать, то только тот слой, который мы принесем. И тем более, здесь она у нас низко, здесь очень холодно. Вот это вот тут бетонное, кто он, как называется, а, фундамент, он очень холодный. Я его попрошу, он сейчас вот здесь положит вату. И вот так вот немножко от стены тоже немножко бортик. Сверху я постелю не тканку, потом уже вот этот вот кусочек тонкого теплого пола и уже на него насыпать слой грунта, который потребуется огурцам. Преимущественно перегной. Будет там трава, земля, перегной. Я постараюсь пошагово, когда будем делать, все вам показать. Вдруг, если у меня потом хорошо получится, может быть, я кому-то могу сказать, что я делала вот так, и хорошо получилось. Но пока что это еще все в стадии эксперимента. Никому не могу посоветовать сделать так же, потому что сама не знаю, что это будет. Но еще меня смущает, что у нас теплица старая. Вот градом ее в том году пробило, она немного как бы туда пылька забивается. Я боюсь, что будет мало света огурцам. Но все-таки рискну. Мне кажется, в солнечную погоду им хватит света. Если еще будет тепло, то первые огурцы не за горами. Дальше что будем делать, я буду вам показывать. На землю положили вот это вот, как утеплитель какая-то, она минеральная вата или что, я не знаю. Сейчас не тканку постелим. И сверху уже вот этот как бы теплый полик или кто он, греющий кабель. И его уже начнем засыпать землей. Землю для огурцов, конечно, пожирнее. Я решила, что будет одно ведро земли на три ведра перегноя. Потому что перегной у меня старый, уже трехлетний. Он сам как земля, просто земля жирная. Чтобы потом уже не удобрять никаким нетравяными вот этими настоями, подкормками, чтобы на сезон весь хватило, сделаю побольше перегноя. И вот этот вот уголок такой теплый будет для первых огурцов. Вот не тканку настелили, уложили пол. Сейчас попробуем сверху прямо на него покласть землю. Теперь, когда положен небольшой слой земли, вниз землю ложу не жирную, не плодородную, а такую обыкновенную. Потом идет слой травы. Вот той травы, которая у меня седираты выросли, потом выросли вот эти все сорняки в теплице. Она у нас будет как прослойка, как дополнительная подушка и как дополнительное питание. Она будет под землей перегнивать. И огурцы, если не в этом году, то на следующий год это будут питательные вещи. На травяную подушечку уже тогда можно наложить хорошей землей. Вот это вот у меня перегной, видите, какой жирненький. Он перегной, он как земля. Можно вообще было посадить в один такой перегной, но мне и жалко тоже его, он быстро кончается. Будет перегной здесь вместе с землей. Сейчас вот мне муж с сыном дала им задание, они мне сейчас натаскают, я приду все перемешаю, намечу, где у меня будут луночки. Сегодня уж в ночь, раз сегодня будет минус 4, не буду высаживать, а завтра утром выйду, включу теплый пол, потрогаю рукой, когда грунт прогреется до такой температуры, что будет тепло, высажу свои первые огурцы, которые для раннего урожая. Они бедные уже с маленькими огурчиками крошечными. Их пора высаживать. Вот что я нашла в упаковке вот с этим с полом. Написано нагревательный мат, полтора метра. И какая-то, ну, наверное, номер его какой-то заводской или какой. 225ВТ, 230В. Это я не понимаю, это про электричество, наверное. Кстати, заинтересовалась, решила посмотреть коробку, написано срок службы 50 лет. И написано, что можно использовать в ванной, на кухне, в прихожей, в гостиной, на лоджии. Но еще потом добавим в теплице. Теперь мне нужно весь этот перегной сейчас разровнять и сформировать луночки. И примерно посчитать, сколько огурцов у меня здесь войдет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но тут войдет всего шесть огурчиков для раннего урожая. Это как раз то количество, которое хватит пока что. А потом остальные будем высаживать попроще. Вот сегодня утром я включила этот матик греющий. Грудь нагрелся. Все, можно высаживать томаты. Я выключила из розетки, потому что боюсь первый раз все-таки заниматься землей, когда включено электричество. Сейчас я добавила сюда рыбной муки, золы, почва перегнойная. И сейчас буду высаживать своих зазулек первых. Так как эти огурцы я буду формировать в один стебель, так как делают в теплицах, в производственных, в больших, они всегда вот по одной веревке один стебель тянут. Поэтому я сделала чуть-чуть почаще. Я хотела всего пять. Раз, два. Я, короче, сделала пять в длину, пять зазулек. И будет вот тут две настеньки. Все, сейчас я их высажу, полью. И это будут мои первые огурчики. Вот так вот они выглядят при высадке. Сейчас покажу. Видите, тут в каждой пазухе уже маленький огурчик, так как они самоопыляемые, то есть у них цветок сразу с огурцом. Все, сейчас буду высаживать. Вот все, 2 мая высадила свои первые огурцы для получения раннего урожая. Но высадила не просто, а нагреющий мат, потому что на улице очень холодно. Посмотрю, что из этого выйдет, из моего эксперимента. Обо всем потом вам расскажу. Через несколько дней я их покажу. Сейчас я полью и все. Как они будут себя вести на этом мате, я, конечно, потом вам расскажу. Все, до свидания. После высадки огурцов в теплую землю, я же отключила обогрев. Все, я на ночь, боясь, что здесь будет воздух все-таки прохладный, я огурцы сделала вот такие. Сейчас уберу, покажу вам. Сделала вот такие, воткнула маленькие дуги. Это у меня еще остались с тех времен, когда я делала укоренение хризантем, черенкование. Вот они у меня валялись. Хотела уже выбросить. Куда такие малыши в огороде дуги? Конечно, они очень маленькие. Но для маленьких огурчиков они пригодились. Огурчики даже хотят тут зацепиться уже. Как вы видите, огурцы чувствуют себя прекрасно, хотя ночью у нас было минус один на улице. И тут уже муравьи по ним лазают. Мама моя родная. Какую бы землю с улицы не занес, все полно муравьями. Нынче, наверное, придется обработку делать капитально. И вот, дальнейший мой шаг, раз они уже, видите, они уже большие, они уже с маленькими вот эти, сразу с завязями лезут. Мне теперь останется сейчас протянуть веревочки. Я вот сюда, к этой верхней, пока на метр сделаю. Протянуть веревочки. И последующая вся неделя у нас солнечная, жаркая. Это самое то время, которое любят огурцы. Они любят высокую температуру, любят влажность. Им нравится вот так, когда они в рассе. То есть нужно выходить, их немножко спрыскивать, опрыскивание делать. И все. Когда получу первый огурец, я вам покажу. Но я думаю, это точно будет в мае. Если, конечно, они не сжарятся, не замерзнут, но я буду за ними следить. Все, первые огурцы у меня чувствуют себя хорошо после высадки. Продолжение следует...